МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жертвы лопнувших банков начали получать страховые выплаты по 700 тысяч максимум. Что делать тем, кто положил на счет большую сумму? Водители массово ездят по тротуарам, несмотря на штраф. 2 тысячи рублей. Пешеходы уже устали жаловаться, а инспекторы бессильны. Выставку, где можно заморозить свою тень и посидеть на гвоздях, открыли в Новосибирске законы физики. Здесь можно постигать, развлекаясь. Все самое интересное и важное, что произошло в городе в ближайшие 20 минут. Это новосибирские новости. Здравствуйте. Вкладчикам банка проектного финансирования Инвестбанка начали выдавать деньги. О закрытии финансовых организаций новосибирские новости рассказывали в начале месяца. Центробанк отозвал у них лицензию, посчитав неблагонадежными. Счета заморозили, и вот теперь люди смогут получать деньги. Получить деньги. Правда, не больше 700 тысяч рублей в одни руки. Тем, у кого на депозите было больше, придется подождать. Сколько именно, выяснял Алексей Фазлеев. У нас здесь весь семейный капитал. Два вклада. Муж получит полностью, а я нет. Ольга Мурадова держала в банке проектного финансирования больше 700 тысяч рублей. Теперь получит лишь часть своего вклада. Страховые выплаты сегодня начали выдавать клиентам БПФ и Инвестбанка. Желающих получить кровные так много, что людям приходится ждать своей очереди. Влада, что вот так получилось. Могло быть намного хуже, и мы сочувствуем тем, у кого хуже. А хуже тем вкладчикам, у которых на счете больше миллиона. Эта супружеская пара вообще в парадоксальной ситуации. Их фамилии нет в общем списке получателей страховых выплат. Хотя договор об открытии вклада на руках. О вкладе, о пополнении вклада было у нас еще. А в реестре нет. Сейчас банк этот не знает, что делать, и мы не знаем, что делать. В агентстве страхования вкладов обещают уточнить реестр. Накладки возможны. Тем более, выдавать деньги начали на два дня раньше запланированного срока. Сложности могут возникнуть и у тех вкладчиков, кто накануне отзыва банковской лицензии решил раздробить вклад и перевести часть средств на родственников. Те, кто пытаются дроблением заниматься, ну это вне закона, естественно, такие операции отменяются все назад. И им также удается 700 тысяч рублей. Остатки выдавать будут, но только после того, как продадут имущество ликвидированного банка. На это может уйти до пяти лет. А вырученные деньги по закону разделят поровну на всех вкладчиков. Как быстро вкладчики получат свои миллионы, зависит от того, насколько цено банковское имущество. В Новосибирске банку проектного финансирования, кроме компьютеров, оргтехники и мебели, продавать в принципе и нечего. Офисы в собственности не были. Большинство вкладчиков по-прежнему банкам доверяют. Страховку не обналичивают, а здесь же открывают новый депозит. В том числе и поэтому крупным банкам ликвидация конкурентов на руку. Скептики в необходимости таких зачисток сомневаются. Меньше банков – меньше конкуренция. А значит, повышение ставок по кредитам и, напротив, падение доходности вкладов. Экономисты в этой ситуации традиционно советуют хранить яйца в разных корзинах. И одновременно вкладывать деньги в недвижимость, валюту и драгоценные металлы. Алексей Фазлеев, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Торговый центр в Новосибирском районе, который станет альтернативой гусенобродских ярмарок, не превратится в долгострой. Уверенность в этом выразил губернатор, подводя итоги уходящего года. Задача областного правительства и инвестора, который выступил инвестором по строительству оптового рынка, современного, отвечающего нормам федерального законодательства, задача в кратчайшие сроки создать условия и построить. То, что это дело, как вы говорите, небыстрое, у нас есть опыт меньше, чем за год построить завод. На встрече с журналистами Василий Ёрченко также отметил, что Новосибирская область оказалась в 20-ке лучших по стране, заняв 17-е место. За это регион получил гранты с федерального бюджета 274 миллиона рублей. Эти средства распределят между 15-ю передовыми муниципальными образованиями региона. Кроме того, губернатор заявил о необходимости лицензирования управляющих компаний. Соответствующее предложение он озвучил на недавнем заседании Госсовета в Москве. Такая мера, по его мнению, поможет навести порядок в сфере ЖКХ. Лицензирование позволит допустить на рынок только профессиональные команды. Вот что это даст. Второе, это, конечно же, позволит создать рейтинг управляющих компаний на основании результатов работы. Новосибирске массово проверяют точки продажи пиротехникам. За несколько недель пожарные инспекторы уже конфисковали свыше полутора тысяч китайских петард и фейерверков. Рейды продолжатся, но при этом инспекторы призывают горожан внимательнее выбирать новогодние салюты. Ведь риск купить некачественную продукцию все же высок. До конца декабря пожарные проверят каждый магазин, торгующий пиротехникой. В первую очередь инспекторы ищут бракованную продукцию или товар без сертификата качества. Нету никаких у нас тут сомнительных надписей, извиняюсь, на китайском языке. Все понятно, все ясно. Инструкция рассказывает точно, как пользоваться, где пользоваться, что запрещается. Компании, специализирующиеся на продаже пиротехники за последние пару лет, практически полностью отказались от дешевых некачественных салютов. Однако штрафы коммерсантам до сих пор выписывают. Например, за отсутствие продавцов-консультантов. Ведь по правилам покупателю в таком магазине самому нельзя даже дотрагиваться до новогодних фейерверков. В настоящий момент нами взято на контроль запланировано 360 мероприятий по проведению рейда. На сегодня уже проведено 240. Благодаря проведенной работе, благодаря вследствии данной работы, выявлено порядка более полутора тысяч изъятов пиротехнических продукций, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Основными нарушителями остаются хозяева уличных лотков. Контрафактная пиротехника чаще всего встречается на рынках. Однако привыкшие к постоянным проверкам, продавцы китайских петард либо вовсе отказываются от сомнительного бизнеса, либо продолжают торговать из-под полы. А в этом случае привлечь их к ответственности практически невозможно. Пожарные заранее готовятся к жаркому сезону. По статистике, количество пожаров за время новогодних каникул увеличивается вдвое. В обычное время рассматривать в сущном режиме, то количество этих пожаров не превышает более 10, то в праздничные дни доходят до 20 пожаров. И большое количество гибнет людей. По прошлому году, до первой декады января погибло 15 человек. В этом году рейды по поиску контрафактной пиротехники продлятся до 9 января. Инспекторы обещают, некоторых нарушителей проверят повторно. Павел Теунов, Олег Ролевец, Новосибирские новости. Новогодние каникулы городские службы переходят на усиленный режим работы. А заместители мэра и начальники департаментов на круглосуточное дежурство. Об этом заявил сегодня Владимир Знатков на завещании с руководителями коммунальной сферы. Особое внимание первый вице-мэр потребовал уделить работе энергетических объектов, а также обслуживающих организаций. В ближайшие дни выборочно проверят, насколько они готовы к чрезвычайным ситуациям. При этом управляющие компании договорились о взаимопомощи в случае, если не хватит материалов и сил для устроения возможных аварий. По-прежнему под строгим контролем котельные электроподстанции и скважины водозабора в поселке Гвардейском, которые с 1 января перейдут в ведение муниципалитета. С начала отопительного сезона более устойчивая котельная работа. Важно то, что есть уверенность. Мы провели ряд технических мероприятий с тем, чтобы отопление и горячая вода были постоянны. Новосибирские автолюбители все чаще превращают тротуары в проезжую часть. Причем их не смущает даже штраф в 2000 рублей. Пешеходы уже устали жаловаться на наглых водителей. Ведь отпустить детей на прогулку во двор теперь становится крайне рискованно. Где тротуар, а где дорога? И видят ли разницу автомобилисты? Разбиралась Ольга Маховская. Пробку на улице Петухова многие водители пытаются объехать прямо по тротуару. Следы от автопокрышек видны по всему парку и даже на главной пешеходной аллее. Жители соседних домов жалуются, что в час пик тихий сквер и их дворы превращаются в шумную автомагистраль. Бордюров уже не видно, зато хорошо накатанные автомобильные колеи, между которыми лавируют мамы с колясками. Ирина Пикулина на узенькой пешеходной дорожке в безопасности себя не чувствует и даже на минуту боится отпускать от себя ребенка. Конечно, опасно. Господи, мы хоть и редко ходим, но опасно. Машины кругом. Дороги есть, пробки часто. Они стоят здесь, не пройдешь. Везде. А это улица Шекспира. Идет ремонт. Для транспорта дороги в принципе нет. Объезжая пробку на проспекте Дзержинского, многие водители, несмотря на знак тупика, сворачивают именно здесь и едут по тротуару. Таким образом, некогда пешеходная дорожка превратилась в проезжую часть. У каждого из нарушителей находится свое оправдание. Вы знаете, что вы по тротуару едете? Не знаю. Я по работе еду, но как? Не развернуться нигде. Я же не по личным делам еду. У меня у деда, значит, лекарство срочно, ну ему плохо было подвелось. Я его по тротуару проехал, значит, потому что была большая пробка и была аптека. Я, значит, купил там таблетки, сел на тротуар и тут же, гай, сотрудники ДПС меня остановили. Ну, я ему объяснил ситуацию, они меня простили. Штраф за езду по тротуарам – 2000 рублей. Но в ГИБДД, говорят, для инспекторов пресечения подобных нарушений отнюдь не приоритетное направление работы. В итоге стоять в неположенном месте для водителя более накладно, чем двигаться. Ольга Маховская, Роман Семенов, Новосибирские новости. Банду мошенников, занимавшихся подделкой документов для мигрантов, задержали новосибирские полицейские. Молодые люди ставили приезжим фальшивые отметки о пересечении границы, подделывали миграционные карты и талоны о постановке на учет. Злоумышленники даже собирались открыть фирму, которая бы официально оказывала подобные услуги. На видео сняты оперативниками одна из квартир, где орудовали злоумышленники. Здесь сотрудники полиции нашли копировальную технику, поддельные штампы, печати и паспорта иностранных граждан. Клиентами были в основном граждане, приехавшие на заработки. Всего в банду входило 7 человек. Возглавляла преступную группу 24-летняя жительница Новосибирска. По данным фактам, следственным управлением МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и подделке документов. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения организаторам преступной группы. Сегодня на площади Пеменова возле публичной библиотеки начали монтировать самый крупный световой фонтан в городе. Весит конструкция 2,5 тонны и состоит из 100 тысяч светодиодов. Это самый большой фонтан Новосибирска. Его высота составит 13,5 метров. Работать световая установка будет всю зиму. Электроника выдерживает температуру до минус 40 градусов. Запустит фонтан завтра вечером. Он будет работать до конца зимы. С наступлением тепла световую конструкцию демонтируют. Мы переживаем, волнуемся. Два месяца работы, интенсивной очень работы. Поэтому будем смотреть. Будем смотреть и будем, пусть строго, может быть, пока не судят, но мы ее будем еще дорабатывать. Народными песнями, танцами и громкими аплодисментами сегодня встретили главного Деда Мороза Сибири. Торжественный прием устроили на главном вокзале. Новогодний персонаж сопровождала целые свиты из снегурочек, снеговиков и сказочных героев. Дед Мороз поздравил встречающих с наступающим 2014 годом. После этого праздничная колонна двинулась по вокзальной магистрали на площадь Ленина. В этом году Дед Мороз не стал разъезжать на традиционных санях, а передвигался пешком. Следующий год – год лошади. Мы решили ее не запрягать раньше времени, для того, чтобы она нам счастье принесла. А уж потом, после Нового года, мы ее возьмем за усы и поведем, куда надо. Прямо с вокзала Дед Мороз поспешил на открытие главной городской елки. Второй год подряд на площади Ленина строят новогодний городок с горками и катком. В этот раз его площадь увеличили до 2000 квадратных метров. Станислав Якушевич выяснил, долго ли простоит городок и во сколько горожанам обойдется прокат коньков. Традицию строить праздничный городок на площади Ленина возродили в прошлом году. Пока детвора весело катаются с горки, их бабушки вспоминают, как раньше каждый Новый год обязательно встречали на главной городской елке. Несмотря на возраст, мы все равно сюда приходим, общаемся с друзьями, как вы видите, мы собрались, все встретятся, чтобы здесь прикоснуться к празднику. В ожидании главного Деда Мороза Сибири публику развлекают его помощники. Их на празднике несколько, от всех районов города, и каждый подчеркивает, что именно он самый настоящий Дед Мороз. Настоящий Дед Мороз должен быть справедливым. Вот так вот. И добрым. А доброта уже по справедливости каждому. Все дети у нас хорошие, никто не может быть плохим. И каждый должен быть с подарком. В этом году значительно больше стал каток у елки. Теперь на нем одновременно смогут кататься более сотни человек. Коньки можно взять здесь же на прокат. 100 рублей в час. А со своими пускать будут бесплатно. За сохранностью льда следят работники городка. Специальная машина будет заливать лед дважды в день. При сооружении катка строители постарались не повторить ошибок прошлого года. Заливали, подушку делали прямо на асфальт. В этом году немножко выровняли, потому что здесь, получается, основание к улице Ленина идет с наклоном. И вода у нас постоянно стекала. Получались наплывы. В этом году сделали подушку, навозили снега, укатали. Оформить новогодний городок, как и другие праздничные площадки, помогли спонсоры. Владимир Городецкий подчеркнул, то, что горожане сами украшают улицы к Новому году, уже становится традицией. Затраты немножко капитальные вот здесь были. А так все делается организациями, учреждениями, спонсорами районной администрации. Поэтому это делается все на добрых началах и людей, которые хотят чуть-чуть вложиться, чтобы было лучше. Вместе с губернатором мэр Новосибирска торжественно открыл главную городскую елку, которая будет радовать горожан до начала февраля. Также новогодние площадки начнут работать на набережной у речного вокзала, где возвели ледовый городок, и на площади Пименова перед ГПНТБ. Там также украсили большую елку. Станислав Якушевич, Роман Семенов, Новосибирские новости. Здесь предлагают почувствовать себя йогом и посидеть на гвоздях, заморозить свою тень и узнать ваш вес, к примеру, на Луне или Юпитере. Выставка, где можно постечь законы физики, играючи, открылась в Новосибирске. В отличие от традиционных музеев, здесь экспонаты не только разрешают трогать, но и предлагают испытывать их действия на себе. Наш корреспондент Анастасия Ваганова провела эксперименты. Интерактивная выставка «Фабрика гениев» создана для того, чтобы привлечь внимание детей и взрослых к науке. В основе ее принцип эдютеймента от английского обучения и образования. Наука – это не учебники, не исключены какие-то тексты, формулы. А наука, она на самом деле окружает нас везде, и все, можно найти научное объяснение. И это на самом деле очень интересно. Просто посмотреть экспонаты не удастся. Обязательно захочется потрогать, покрутить и испытать на себе. Так, на этом стуле примерно тысяча гвоздей. Все они действительно острые. Садиться страшно, но оказывается зря. Масса тела равномерно распределяется, и на каждый гвоздик приходится всего по несколько граммов. Многое здесь поражает, но всему есть научное объяснение. Например, такая линза сильно увеличивает изображение. Такой нехитрый способ использовали наши бабушки и дедушки, когда телевизоры были совсем маленькими. Мы настолько привыкли к окружающему миру, что даже не замечаем все его уникальности. К примеру, робота почти невозможно обучить завязывать шнурки. Примерно так действует робот. Его действия механизированы, и ходить он будет явно с развязанными шнурками. На выставке, к примеру, можно узнать свой вес на разных планетах. На Земле мой вес 49 килограммов. На Луне я бы весила 8, на Юпитере 120, а на Солнце почти полторы тонны. Все дело в гравитации. А эта установка позволяет услышать, как бьется ваше сердце. Барабан отбивает ритм в унисон-пульсу. В планах у организаторов выставки открыть большой научно-развлекательный музей. Пока 50 экспонатов разместились на площади в 400 квадратных метров. Здесь, в Центре изобразительных искусств, выставка будет работать до 2 февраля. Анастасия Ваганова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Оставайтесь в курсе последних событий. Слушайте радио «Городская волна», частота 101,4 FM. И заходите на сайт «Новосибирские новости». Наши коллеги пишут о том, что Краевический музей выпустил к 100-летию Первой мировой войны календарь с архивными фотографиями. Увидеть их можно на сайте «Новосибирские новости». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова